В канун 9 мая в Молдове началась раздача памятных наград. Ветераны получали единую для всего СНГ медаль, посвященную 65-й годовщине Победы. В комплекте героям войны пытались всучить и кресты, созданные по инициативе в Рио президента. Вот какое видео предоставила курьеру газета «Гренада». В притуре столичного сектора Чеканы во время награждения ветеранов памятными медалями, присланными из Москвы, чиновники пытались раздавать и кресты гимпу. Их вложили в одну упаковку с юбилейной медалью в довесок. Однако ветераны принимать кресты отказались. Этот крест мне не нужен. Я оставил им. Пускай они передадут гимпу. Сказал, чтобы не это. Как вы думаете, зачем они такой шаг предприняли? Предприняли, чтобы перешли на сторону, наверное, этих. На их сторону, чтобы перешли. А мы народ неподатливый. Мы участники войны. У нас есть сила воли, которую мы заработали во время войны. Сила воли. Дисциплина, чуткость, товарищество. А у них в обществе нет товарищества. Все горы. Обворовали народ, обворовали государство. И они живут в поле от нас сейчас. А бедный народ ходит, понимаешь, голодные. Согласно инициативе ГИМПУ, поддержанной партиями ЛУПУ, Филат и Урикяна, медаль называется «Крест Второй мировой войны» и вручается всем ветеранам Второй мировой войны, вне зависимости от того, на чьей стороне они воевали. От этих крестов уже отказались и ветераны муниципия Белтс. Они обратились к властям с просьбой, цитирую, «отменить такую фашистскую награду», а выдать ту медаль, за которую они боролись, защищая свою родину и народ от фашистской чумы. Ветераны также отмечают в официальном письме, что находятся в отчаянии, а от общественных акций протеста их удерживает лишь твердость духа. По-настоящему оскорбленными почувствовали себя те ветераны, которых в списке награждаемых, например, в Бельцах, почему-то не оказалось. Один из ветеранов поднимает руку и говорит, «Уважаемый господин вице-примар, я не услышал своей фамилии». Я задаю вопрос этому ветерану, говорю, «Извините, может, вы перепутали адрес?» Ответ, вот у меня пригласительный, с моей стороны ошибки никакой нет. Ответ работников военкомата, что никакой ошибки нет. Они озвучивают три фамилии и говорят, что есть устное распоряжение министра обороны о том, что этим троим ветеранам медали будут вручать 8 мая депутат парламента Марьяна Ильич Лупу. Узнать мнение Марьяна Ильича, почему так поделили ветеранов, не удалось. Телефон лидера ДПМ на наш номер не отвечал. Зато пресс-секретарь Демпартии Андриан Булигарий передал трубку, как он выразился, эксперту. Светлана Чабан, телекомпания «НИТ». Да, Светлана. Будьте любезны, нам бы хотелось получить комментарии вот к этим 30 ветеранам, которые были отобраны для того, чтобы их лично награждал Марьяна Ильич в ресторане «Полбит». Комментарий не будет. Никто не отбирал. И не надо там сейчас сформулировать этот дурацкий ваш вопрос. Никто не отбирал. Собираем ветеранов и все. И поздравляют председатель партии ветеранов. Никто их не отбирал. И никаких комментариев тут не будет. Понятно? Все. До свидания. Как вас зовут? Зовут вас? Меня как зовут? Да. Вот не дождетесь. Поскольку по информации бельских властей негласно распоряжение о том, чтобы придержать награды для 30 ветеранов, поступило от Минобороны за объяснением, по какому принципу отбирали героев Великой Отечественной и зачем это было сделано, мы обратились к пресс-секретарю ведомства Александру Жосан. Я не могу комментировать. У вас нет информации? Я ничего об этом не знаю. Мне нужно спросить у компетентных людей. Когда я могу перезвонить? Не знаю. Я должен проконсультироваться с теми, кто за это отвечает. Перезвоните через два часа. Ну и через два и через три часа телефон пресс-секретаря Минобороны уже не отвечал. Пока бельские власти, чтобы отобранные ветераны не чувствовали себя ущемленными, вручают награду на месте. А Мариану Лупу предлагают раздавать пресловутые кресты, за которые проголосовала его партия в парламенте.